Всем привет-привет! Сегодня мы летим в Грецию. Мы очень нравятся самолеты, он не похож на чаттер. Здесь очень классные мягкие сиденья. Он такой чистенький, новенький самолет. Мы долетели очень быстро. Сейчас 6.30 по местному времени. Нас отвезут в Костырю. Очень чистый, красивый автобус. Посмотрите, какой здесь вид, горы, рассвет. Кому что, а Вове автодом. Интересен. С лодкой. Вова, там кто-то спит, а я снимаю. Пошли кушать. Мы сейчас приехали на завтрак. Собака, собака. Греческая собака. Конечно, она в Греции живет. Мы приехали в город Костырья. Это один из древнейших городов Западной Македонии. И именно здесь зародилась первая традиция скорняков по изготовлению меховых изделий. Сейчас нас привезли в магазин, где продают большое количество шуб. Самое интересное, что в 90-х годах здесь не было такого разнообразия шуб, такого выбора шуб. Нам рассказал гид, что здесь настолько был дефицит шуб, что даже дрались за эти шубы. Иногда даже разрывали шубу пополам девушки, которые не могли ее поделить между собой. Но сейчас, на самом деле, здесь изобилие и такого количества шуб я никогда раньше не видела. Мы не носим шубы. Я не ношу шубы. У тебя же валяются там шубы? У меня, да, старые с молодости еще валяются, потому что раньше это так считалось круто, когда у тебя есть шубы. Я не зайду. Я никогда столько шуб не видела. Здравствуйте. Мы находимся сейчас на фабрике Папандополос и хочу показать вам самого хозяина фабрики. Сам хозяин фабрики, господин Папандополос. Я недавно почитала комментарии и вы уже начали задавать вопросы по поводу того, стоит ли лететь в Грецию за шубой. Я думаю, что стоит 100%, потому что цены здесь от 500 евро и выше. Например, шуба, которая у меня в инстаграме, в которой я сфотографировала, стоит 2500 евро. Это уже, наверное, окончательная цена. Я сторговалась немножко. Ну, как бы я ее не купила, но поузнавала. А также здесь существуют специальные туры из Алматы, из Астаны, по-моему, есть за шубами. Но об этом вы уже должны узнавать у турагентств. Я знаю, что там цены очень выгодные. По-моему, 200 евро. Вы платите и вас привозят за шубой сюда. Я в шоке. Смотрите, это последняя коллекция. Очень красивая шуба, но просто нереально. Такой шубой бы уже, наверное, там все поубивали друг друга. Он не любитель шуб, на самом деле. Он шучина. В такой шубе я приеду к вам в гости. Желательно зимой. Оказывается, шубы хранят в холодильнике. Посмотрите. Это просто нечто. В холодильнике у нас три. Это средний. Вот тот, где там были, там маленький. А это самый большой, внизу, где храним все это сырье. Здесь готовые изделия. Потому что механ, я вам покажу самую большую шубу. Я вам покажу самую дорогую и самую большую шубу. Королевская прямо. Это шуба. Идемте, я вам покажу. Смотрите. Хорошенькая. Ух ты. Ого. Девочки, насчет соболей. Пойдем цену расскажем. Какие соболи? Смотрите, какая шуба. Образы. Сюда, сюда. Это шуба. Она собирается солнцем. И здесь, здесь, это не краски. Это все подобрано вручную. Натуральные цвета мехов. Подобрана вся флора природы. Все животные. Тигр, пантера там. Все, все, все. Какая самая дорогая шуба, которую вы продаете, если не секрет. Я делаю шубу за 60 лет. За 60 лет. Я говорю, я сделаю, потому что я моделлер. Тигр, пантер. Тигр, пантер. Приехали на обед в таверну местную. Здравствуйте. Хэллоуин. Как красиво. Вообще красота. Здесь традиционное переческое вкусное. Очень вкусно. Как вы сказали. Очень-очень органический и вкусный салатик. Сыр нам принесли и вот такое пасту. Типа кумуса. Заезжайте в таверну Келари, здесь очень вкусно готовят, очень-очень-очень. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приехали на еще одну фабрику, Avanti называется, здесь тоже очень красивые модели представлены. Посмотрите, какая шуба. Какая-то царская модель. Это просто что-то невообразимое, в такой шубе на сцене выступать. Говорит, вот мы как получаем шкурочки с акционом. И вот так разрезаем шкурочки. Видите, он сразу видит две секции на шкурочке и разрезает ее вот полоса тоже. А что это? Ну, давайте. Хорошо. Хорошо. Что-то сверчет. А что примерно надо фамилий, чтобы лидов бош? Если бы шубы не разрезали, они были бы твердые, и их невозможно было бы сжать. Когда их разрезают, они таким образом становятся мягкими. Вот вы трогайте шубы, они мягкие, потому что их разрезают в полосочку. Сначала их разрезают, потом сшивают. Метод в роспуске. Оказывается, есть не только в роспуске, не все шубы так шьют, можно и лоскутками сшить. Вот эта три шука стоит 200 тысяч евро. Вот 200 тысяч евро. Я могу обнять. Можно узнать, какую самую дорогую шуку можно вообще продавать? За все время. 150 тысяч евро? Русские? Русские. Обалдеть. Мы приехали с друзьями в такое место, здесь домики. Обнаружили когда-то здесь старые поселения. Делали реконструкцию, заново возвиглись. Ой, какая комната была, посмотрите. Раскидали все. Когда-то давным-давно. Прихожая. И, а это кровать была. Да, да, вот это что? На шкурах спали, посмотри. Кукла Вуду висит здесь. Ты что, испугался? Нет. Подожди мне этот свет. А, вот он, вот он. Кушать хочешь? Здравствуйте. О, ну и браслет, да, он был хипстером. Мы встретили Татьяну в Костарье. В Костарье же, правильно? Да, да, да. И Татьяна сейчас нам расскажет вообще, что это такое и как это все называть, потому что мы не знаем, а Таня здесь живет. Ну, живу я не совсем в Костарье, да, я живу в городе Салонике, мы сейчас в Греции. Этот город называют шубной столицей мира, потому что здесь делают огромное количество шуб, здесь очень много фабрик, огромных шубных магазинов, они как дворцы. А сейчас мы находимся как раз на смотровой площадке, откуда открывается весь вид на город. Город, он, как вы видите, находится на берегу озера. Озеро называется Ористиада. Ористиада. Пойдем туда поближе. Здесь никто не купается, только на лодках, да? Ну, греки в озерах не очень любят купаться, у них моря много. Туристы тоже приезжают больше по магазинам, ходят за шубами. Там и много-много церквей. Этот город еще называют маленькой Византией, потому что здесь очень много церквей. Мы сейчас пойдем в старый город, там погуляем по узким улочкам. Да, да. Кофе попьем? Обязательно. Где как в Греции без кофе с булочками с сыром? У Тани есть свой канал в YouTube. Как он называется? Музинитис ТВ. Музинитис. Утки переходят дорогу в Костарье, все уступают. Машины встали, ведь утки здесь. Как в Индии коровам уступают место. Священные птицы, да. А тысяча лет, в общем, каким-то знали. Ну там, внутри очень красивые фрески, вот эти старинные они сохранились. А можно заходить? Да, можно. Нет денежки, просто ставишь свечку. И здесь никогда нет смотрителя. Да, да. Ни в какое время. Здесь всегда храмы открыты для людей. Настолько высокая культура общества в плане религии. Как здесь прикольно. Вот такой у нас потрясающий отель с таким красивым видом. И горы, и бассейн, все что хочешь. Очень мы устали, но мы не можем лечь спать, потому что как пропустить такую красоту? Такая у нас большая кровать. Мы так устали, потому что мы до сих пор не ложились спать с шести утра. О! Если ты хочешь помочь, хочешь бассейн и наберёк. Ладно. Ой, а здесь ванна. Все, мы привели себя в порядок. Немного поспали где-то час. Теперь едем на ужин в греческую таверну и будем объедаться. Что мы ещё можем делать, только объедаться? На самом деле здесь воздух потрясающий в кострие. Спится вообще великолепно. Такая романтическая обстановка повсюду. Озеро это вообще шикарно. Сейчас покажу вам. Вот выходишь прямо в него в озеро. Смотрите, какая шикарная луна. Смотрите, что это супер луния сегодня. Супер луния. Вообще красота какая. Стейки. Это сыр? Это яичко. А, яичко. Нет, подожди секунду. Это сыр. Я тоже подумала яичко. Это вообще сыр. Это какой-то йо. А, йо. Поехали. Поехали. Совсем не такая как везде. Да? Совсем не такая как везде. Супер. Ночная жизнь косарьи. Дети ловят рыбку и красивейшее озеро. Красивее, да? И вова. Да, мы на танцы пошли. О! Интересно. Ну что, ребята, мы приехали в наш отель. Будем прощаться. Завтра будет новый день. Субтитры сделал DimaTorzok